Здравствуйте дорогие шахматисты! На связи президент Висагинского шахматного клуба, национальный арбитр Волосатов Евгений. В этом видео у нас будет инструкция, как использовать сайт lichess.org для выполнения ежедневной шахматной нормы. Цель всего этого – сформировать для шахматиста привычку решать задачи каждый день, каждый день играть в шахматы и таким образом повышать свое мастерство, чтобы потом побеждать в партиях, побеждать в турнирах, чемпионатах, зарабатывать медали и кубки. То, что мы занимаемся в шахматной академии, это, конечно, здорово, но если ребенок самостоятельно не будет больше ничего делать, то результаты будут, но очень медленно. Поэтому я призываю организовать для ребенка возможность решать задачи, выполнять каждый день шахматную норму. И сейчас, шаг за шагом, мы расскажем все, что для этого необходимо сделать. Итак, мы используем сайт lichess.org, бесплатный, очень хороший сайт с огромной базой данных и возможностями. Необходимо использовать логин и пароль для входа. И после входа необходимо в первую очередь записаться в наши два клуба, которые можно найти следующим образом. Выбираем сообщество клуба. Это надо сделать только один раз. Сообщество клуба. И здесь должно быть два наших клуба. И, как правило, их здесь нет, если в первый раз заходим. Мы тогда выбираем все клубы. Вот уже выбрано. И здесь набираем Visaginos. В строке поиска. Набрали. И вот необходимо вступить в Visaginos Chess Club. Это... В этом клубе мы организовываем по каждый четверг шахматные турниры. Ну и самые разные различные турниры. Все, кто в нем участвует. Нажимаем на кнопочку. Нажимаем вступить в клуб. Вуаля. Готово. Следующее, что надо сделать. Вступить в еще один клуб для учеников нашей шахматной академии. Это... Так. Чтобы его здесь найти, надо теперь нажать кнопочку «Все клубы». И еще раз здесь набрать Visaginos. Клуб Visaginos Green King. Это для тех, кто решает задачи каждый день, чтобы ваши данные были в статистике. Также в этот клуб тоже необходимо вступить. Код для вступления 25. Отлично. После этого это нужно сделать один раз. Теперь, собственно, приступим к ежедневной норме. Что нужно делать каждый день? Вот она на экране. Каждый день ребенок желательно, чтобы выполнял в разделе «Обучение» координаты за белых и за черных. А также решал задачи пазл-шторм один сеанс на три минуты и играл одну игру. Это вот то, что каждый день желательно делать. Давайте сейчас продемонстрируем, как это должно выглядеть. Итак, выбираем пункт «Обучение», «Координаты». Здесь выбираем «Найти поле», «30 секунд», «За белых» и нажимаем «Начать тренировку». Также я рекомендую, чтобы у нас были выключены координаты. Поначалу можно их не показывать, но дальше, с течением времени, чтобы ребенок мог найти координаты, даже если они тут буковками не прописаны. Но вначале, конечно, ребенку нужно видеть, чтобы вообще уметь находить. И желательно, чтобы фигуры все-таки были показаны, чтобы эти координаты были не сами по себе, а с привязкой начального расположения фигур. Это тоже будет на пользу. Нажимаем «Начать тренировку». И как мы выполняем? Я рекомендую называть координату «Вслух, громко, уверенно» «B3», чтобы в мозгу формировалась связь не только надписи, не только поля на доске, но еще и вслух произнесения этой координаты. «B3», потом находим, говорим цвет «B3», белая. Это будет максимальная польза, если выполнять именно так. Дальше. «Е8», белая. «Е7», черная. «Д1», белая. «С1», черная. Вот именно таким образом было бы максимально здорово, если бы ребенок выполнял. После того, как выполнено «За белых», на это, как видите, достаточно 30 секунд, выбираем цвет черный. И тоже один раз выполняем эту тренировку. Здесь теперь координаты «А», 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 «А» справа налево идут, и цифры, соответственно, сверху вниз. Давайте еще раз сыграем. «B7», белая. «Е1», черная. «Ж8», белая. «Д6», белая. Мне нравится вот здесь вот то, что если нажимал неправильно, не перескакивает дальше, как на некоторых других сайтах, а требует, ждет, когда будет нажато верно. В данном случае я «Е6» нажал. «Д6», черная. «Е8», белая. «Ж7», черная. «Б2», черная. «Б6», черная. «Д4», черная. Результаты. Не нужно бежать за рекордами. Не надо пытаться их встать. Конечно, хорошо, если у ребенка будет получаться 20-30. Один наш ученик 7 лет, больше 40, у него уже рекорд есть. Но это не самая цель. Самое главное, чтобы эти координаты умели находить за приемлемое время не слишком долго. Итак, первая часть – это выполнить координаты. Как видите, 2 минуты более чем достаточно на это. Следующая. Задачи «Пазл Шторм». Один сеанс. Они находятся в разделе «Задачи». «Пазл Шторм» выбираем. И что тут за задачи? Тут дается 3 минуты на столько задач, сколько участник успеет прорешать. И что примечательно, задачи начинаются с очень простых. И моя также рекомендация – не пытаться здесь ставить рекорды, а стараться решать на 100% правильно. Ну, стараться делать без ошибок. Итак, как правило, если в первой позиции игра ход черных, то и во всех остальных задачах тоже ход черных. И наоборот, если в начале ход белых, потом будет играть только за белых. Ну что ж, давайте порешаем один раз. Желательно не просто найти ход, а увидеть, почему этот ход правильный. Вот тут, например, забирает ферзя, потом дальше можно с шахом забрать и забрать фигуру. То есть, желательно ходы пытаться не угадывать, а уже наверняка видеть те ходы, которые нужно дальше будет сделать. Было бы, конечно, здорово, чтобы ребенок проговаривал все ходы, но это уже высший класс. Ферзь берет на h2 шах. Так, тут у нас что? Пешка забирает на e4 или d, пешка забирает на f3. О, мат ласточкин хвост. Ферзь идет на e1, на d1 и ставит такой красивый мат. Конь f3 и вилка. Конь забирает на f1. Ой, это был g3, извините, а здесь на f1. Вот видите, самому нам тоже подучиваться. Так, тут вилка на короля и на ферзя. Конь e1, шах, конь забирает на c2. Так, тут выигрышечное, пешечное окончание. Размениваем ферзей. Ферзь берет на h3. О, неправильно, вот это да. Если неправильно сбрасывается, отнимается 10 секунд и весь тут прогресс убывает, что тоже достаточно интересно. Тут мат в два хода. Ладья берет на f1, шах, ферзь идет на d1, мат. После каждых трех правильных ответов добавляется 3 секунды. Ну, там, интересно эти самые, но на этом, это как бы игра, на это не стоит заморачиваться. Главное, решать задачи, да? Да, кстати, как решать задачи? Какие вопросы необходимо задавать? Первый вопрос, можно ли поставить шах, да? Посмотреть все возможные шахи, как можно сделать, и какой-то из них, скорее всего, приведет нас к победе. Вот, шах так можно, шах так поставить. Ну, по всей видимости, вот так вот. Вот, тут вот так же находим, какой шах, какой из них лучше, да? Ну, очевидно, что вот этот шах будет получше. Так, тут у нас что? Шах есть, да? Ну, наверное, это не очень хорошо, потому что нас тоже заберут. Наверное, тут что-то интересное. А, тут двойной шах, да? Мы идем сюда, и вот у нас двойной шах. Так что этот ход здесь вполне подходит. Очень многие задачи решаются, просто поставив шах в первом ходе. Тут вот тоже вскрытый шах, вот такой вот интересный. По всей видимости, это правильный ход. Да, и потом еще один шах, и выигрыш ферзя. Так, ну, что у нас тут? Тут, по всей видимости, тоже шах, да? Тоже шах. Но я могу ошибаться, так и есть. Ну, ладно. Пусть будет так. У меня не было сейчас поставить какой-то рекорд, а даже наоборот, чтобы были некоторые ошибки. Почему? Потому что после того, как ученик отыграл, и есть ошибки, нажимаем кнопочку «Нерешенные задачи», да, то есть задачи решенные с ошибками, и теперь важно сделать работу над ошибками. То есть, нажав клавишу «Контрул», щелкаем сюда, сюда, сюда. И эти задачи открываются в новых вкладках, и следовало бы их прорешать еще раз, исправить ошибку. Значит, это задачи, которую новую дали, которую я просто не успел решить. И здесь тоже надо поставить шах. И следующим ходом будет вот такой симпатичный мат. Ну, не совсем мат, тут фельдси и ладья еще закрываются, да? Вот, но все равно мат неизбежен. Следующее, где мы сделали ошибку, я как чувствовал, что это неправильно. Так, во всей видимости, нужно вот так вот поставить, другой шах, да? Да, да. И вот теперь, и вот теперь уже ставим мат. Отлично. И последнюю задачу, в которую я ошибся, вот это вот, к сожалению, я что-то думал, что потом можно будет, да? Но, видимо, нет. Может быть, тут можно каким-то образом мат поставить. Да, мат лучше, чем выигрышная позиция. Ну, вот так вот прорешали задачи, и это достаточно сделать один раз в день. Вполне достаточно. И вот теперь можно будет посмотреть, здесь сохраняется статистика, да? Сколько сегодня, сколько другой день. И также статистика собирается вот на этом замечательном сайте. Здесь можно посмотреть, кто из наших ребят, в какой день, сколько решал. У нас там зеленые пешки за это даются. Можно посмотреть за предыдущую неделю. Но все это делается, ребята, товарищи, родители, да? В первую очередь для того, чтобы сформировать привычку решать задачи каждый день. И здесь зачет в первую очередь по дням, да? Вот Велеслав, найденный в 4 дня подряд, решал. Поэтому он на первом месте. Кто-то там решал 3 дня подряд, да? Он, соответственно, опускается вниз. А кто 2 дня, решал еще ниже. То есть, чтобы быть в первом, достаточно решать каждый день. Не обязательно по максимуму. И не нужно по максимуму. Чтобы сформировать привычку, не надо каждый день ставить рекорды. Так, собственно, на этом основная часть ежедневной шахматной нормы заканчивается. На этом, как видите, достаточно 5 минут. Но еще можно предложить, и нужно предложить, раз уж мы шахматисты, да, поиграть в шахматы. Нажимаем игра. Пункт меню игра. Выбираете контроль 10 плюс 5. Я рекомендую именно в таком играть. Можно 10 плюс 0. Но не меньше, чем 10 плюс 0 или 10 плюс 5. Более быстрые контроли рекомендую не играть. Ну и сыграть одну партию со случайным соперником, если есть на это время. Можно это сделать не сразу, можно сделать потом. Чтобы это все хорошо работало, я предлагаю выбрать какое-то время суток, когда ребенок может решать эти задачи. Очень многие наши ребята решают до школы. Утром проснулись, перед школой. Бывает, что есть какое-то время, 5-10 минут. И вот за это время можно порешать вот эти задачи. Ну а партию сыграть уже вечером, когда есть побольше времени. Что, сыграет Евгений Витальевич случайную партию с случайным соперником? Давайте попробуем скандинавскую защиту поиграть. Ну конечно же, тут тоже призываю не торопиться, думывать. Ну собственно, что об этом говорить. Все все знают. В теории, а на практике все значительно сложнее. Так, на всякий случай покажу, как это все выглядит еще и на телефоне, с телефона. На всякий случай. На телефоне выглядит в принципе все то же самое. Единственная особенность, то что в меню оно вот так вот скрыто, да. И тогда нужно вот выбирать из этого списка. Тут тоже есть обучение координаты, да. Можно поиграть. Обучение. Не, не обучение. Задача пазл шторм. Вот он, да. Пазл шторм. Также с телефона очень даже хорошо играет. На айфоне иногда звуки отключаются, да. Для этого имеет смысл нажимать каждый ход отдельно делать. Не ввести пальцем, а по отдельности. Тогда звуки будут. Вот такая рекомендация небольшая. Так. Ничего меня тут еще не съели. Так. И еще. Это еще не все, что я хотел рассказать, да. Ну и вот. Шахмата такая вещь. Если уже начал играть, уже хочется доиграть. И еще. Ладно, потом доиграю. Дорогие шахматисты, здесь вот есть такой раздел, ну, можно раз в неделю можно делать, да. Обучение основы шахмат и практика. Я рекомендую ребенку, обязательно, особенно начинающим, пройти вот это обучение основы шахмат, да. Здесь очень такие классные задачи. Пособирать звездочки. Лучше понять правила игры. Какие фигуры как ходят, да. И таким образом набрать все 100%. Потом другие фигуры. Потом у нас будут слон, фельд, король, конь, пешка. Потом взятие, защита, сражение, шах, выход, шахамат. Потом средний уровень. Вот это все обязательно на 100% каждый должен пройти. Да, вот тут на 100% пройдено. Следующее, что время от времени следует делать, это практика. Там уже значительно посложнее, для ребят постарше. Но тоже стоит попробовать, начать хотя бы решать, да, вот эти вот задачи. Стандартные шахи-маты, да. Как поставить мат двумя ферзями. Опа, сейчас пад будет. Нет, нельзя. Ну и так далее. Рекомендую. Пожалуйста, время от времени, раз в неделю на выходных, выполняйте вот эти вот основы шахмат и практика. Для того, чтобы у вас все было как полагается. Такс, ну и что? Давайте уже попробуем все-таки доиграть нашу партию. Не ударить в грязь лицом. Ой, какая красота. Давай-ка попробуем. Ловушечку такую небольшую сюда, а потом сюда. может идти, а потом будет вот такая, такой сквозной удар. Все видит, все знает, а толку? Все равно шлона заберу. Бесплатно. Опа. Опа. Херзя поймали. Вот именно для этой цели нужно решать задачи. Когда много тактических маневров видел, то в партии тоже начинаешь их видеть. Конечно, эти задачи не научат, наверное, стратегии, но с чего-то надо начать. Тактика все-таки обязательно нужно знать, потому что способ, мы доехали до мата, что не может не радовать. После того, как партия сыграно, рекомендую нажать кнопочку анализировать партию. Дальше выполнить компьютерный анализ. Там такая кнопочка есть, если она уже выполнена. И после этого рекомендую сделать вот что. Найти свою первую ошибку и постараться больше ее не делать. Где у нас первая ошибка? Все хорошо. Все хорошо. Вот это не точность моя первая, не стоила, наверное, не рокировку сделать, а пойти D4. Помнится, было у меня такое желание. И вот это вот была моя ошибка. Но он сделал еще одну ошибку. Ну вот, первую ошибку найти и стараться больше ее не допускать. Вот такая рекомендация. То есть, это самое минимум, что можно сделать для самостоятельной работы, чтобы была польза. На этом у меня все. Благодарю за внимание. На связи Волосатов Евгений Витальевич, президент Висагинского шахматного клуба Национальный Фиде Арбитр. До встречи за шахматной доской. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok